то вот ягами такеши то получается что ю это внучка такеши ну именно вот это вот ю которая окикана капец вот это ветвистая штука ветвистый сюжет кажется это одна из раритетных моделей но она просто весело тикает и носится вокруг даже никогда не ломается если речь шла о пипи значит он робот механический пес доказательств тому нет но глядя на бездвижное тело пипи очевидно что оно не принадлежит мертвому животному конечности пипи застыли в неестественной позе словно у игрушки с подсевшими батарейками такеши и целом вместе стали разглядывать пипи который превратился в сломанную игрушку такеши слегка приоткрыл его рот кажется такеши собрался что-то сказать и тут с глухим звуком все сооружение неистово тряхнуло такеши перевернула в воздухе словно хрупкую веточку и тот шмякнулся о стену цугуме споткнулась пролетела полметра вперед и с глухим звуком упала на пол 5 минут до затопления эй что сказал этот механический голос взял пипи в охапку такеши взглянул на потолок цугуме быстро встала осталось пять минут пять минут твою мать почему эта гнида раздинула рот только когда осталось лишь пять минут как будто раньше нельзя было сказать черт побери вздох как будто там не было как бы там ни было у нас есть пять минут цугуме преувеличительно пожалуй плечами оставилась на такие надо смотреть правде глаза мог бы и у меня кое-чему получится правда как академии если бы ты только себя слышала шутить такой минуты это порядком смакивает на меня не так ли пожалуй ты прав и здесь они не показывают но у нас целых пять минут так что все в порядке к ее губам подплывала улыбка подплыла как рыба целыми протянула такеши свою руку ага такеши крепко взял ее за руку четыре минуты до затопления я продолжаю наблюдать я продолжаю наблюдать я принимаю мир таким какого он есть понимаю его и вхожу в него у меня нет чувств чувствует это то чем отвечают люди на внешние раздражители на воздействие окружающего мира но здесь и в этом времени у меня нет физической оболочки ни рук не ног не голоса не легких не органов излучающих тепло иными словами я не взаимодействую с миром вот почему даже если бы у меня были эмоции я ничего не смог бы с ними сделать единственное что я могу смотреть более того слова смотреть в данном случае слабо состыкуется с понятием зрения потому что этот вид зрения за гранью человеческих чувств и мышления время скомканное сгусток словно взрывается передо мной я вижу все одновременно одновременно неподвижно стоя в мире где время остановилось я вижу все да хоть что-то идет по плану такси все еще здесь ну конечно это же такси они не бросают столь значимых для них клиентов как мы перед ними небольшая подводная лодка подкачивается на волнах таки шеи цугуми поспешно забрали субмарину и закрыли люк цугуми села на капитанское место на кубрики откалибровала приборы и щелкнула несколькими выключателями так я не понял все не так и не решилось так и не решилось ничего крышка люка затраивалась автоматически целом я взяла в руки сейчас он умрет короче как только они проплыли под айпиев океанское течение подхватило их судно таки же взглянул на морскую пучину маленького окна на стене подлодки ему разрушается гнется и комкается сам по себе словно кусок старой галеты он разлетается на мелкие кусочки в воде словно опавшие цветка лепестки издал последний выдох из лиму вырвались воздушные пузырьки спокойно поплыл по течению из искореженных обломков в воду повалил черный дым куски металла дрейфуя на волнах сверкают отражая солнечный свет и на краю стремительно очищающегося поля зрения такеши под виднеется тонущая тень отвратительных обломков рай тонет глубокой синеве издавая холодящий спину предсмертный крик нура это я так понял химил что теперь будем делать спросила целыми тихим голосом маленькая яйцевидная подлодка беззвучно несет своих пассажиров поверхности эх я столько всего хочу сделать но для начала я больше подумаю куда первым делом отправиться слушай ты думай о том чтобы вам хватило топлива до поверхности с этими словами такеши положила бездвиженного пипе на соседние сиденья а ты целыми что ты хочешь сделать бестактный вопрос моей стороны не вовсе нет можно и как следует подумаем конечно такие шоу улыбнулся но вскоре это улыбка исчезнет вот кстати комментарии автора типа наскоро это улыбка исчезнет по моему я точно такой же комментарий произнес или нет ну в общем неважно в подводке раздался тяжелый звон так как можно как-то спасти такеши или нет что это было сугуми взволнована взглянула на такеши я не знаю бип-бип панель управления издала забавный звук что это не знаю смотри-ка на экране что-то высветилось монитор за спиной сугуми моргает что там сказано ты ближе чем я развернись и посмотри сама нет не хочу у меня плохое предчувствие да ладно не глупи такеши не осталось выбора поэтому взгляну на монитор так держи где же м здесь написано батарея разряжена но в этот раз такеши это прочитал так что уже немножко не так все то есть в принципе есть надежда что они смогут придумать что-нибудь внезапно освещение в подводке погасла монитор потух и ток пропал вся электроника смолку единственное что еще работает аналоговый датчик давления глубина 63 метра внутреннее давление 12 половиной атмосфер такеши голосу уме дрожит все в порядке все будет хорошо не делай вид будто хочешь заплакать глубина 64 метра они потеряли инерционный импульс подводка стала медленно тонуть очень медленно остаточное воздушное давление 0 балластный бак невозможно откачать здорово мы сели в ржавый тарантас да уж эти старые такси вечно глохнут на проселочных дорогах прошу покорнейший меня простить сударыня глубина 65 метров такие же взглянул на люк в кормовой части сдвоенный люк ну слушай если вы собираетесь то же самое повторить то какого хрена мне это читать внутренняя сторона сделана из пуле непробиваемого стекла и волокнита тогда как наружная из высокопрочной стали слушая если мы выпустим из люка немного газа под высоким давлением то снова начнем подниматься нет вряд ли мы начнем подниматься импульс будет слишком мал не говоря уже о том что если мы это сделаем наш затопит потому что у нас нет излишка сжатого воздуха и у нас не хватает выталкивающие силы в фюзеляже выталкивающая сила мы должны избавиться от балласта балласта венте что используется для выпуска балласта управляется электроникой но сейчас мы хорошо без паники судя по тому с какой скоростью мы сейчас тонем мы должны стать лишь чуточку легче верно если мы сбросим скажем килограмм 10 все будет тип топ давай попробуем вытащить несколько он тех агрегатов наверняка полегчаем думаешь это так просто ну похоже они крепко приварены наверно голыми руками их не оторвешь к сожалению у нас нет собой инструментов но тогда бы вы инструменты выкинули просто напросто потому что инструменты очень тяжелые так я и знала цугуми прикусила губы и потупила взгляд да мы влипли глубина 67 метров они тонут без электричества подводка всего лишь большой кусок металла рано обрадовались все таки аха-ха глупая я такая глупая на ее глаза накатили слезы ах цугуми вскрикнула ну как бы такеши должен здесь сейчас не попрощаться ну и типа утонуть типа как бы утонуть по той лишь причине что если он не утонет сейчас то тогда не родится собственно кит и он не будет таким каким он есть собственно в будущем и цугуми не попадет во второй раз в лиму то есть все изменится а нужно чтобы все сбалансировано следовательно такеши должен будет если его спасти то его нужно будет как-то ну встроить в эту судьбу ну то есть чтобы они встретились попозже они они вообще не разлучались то есть его нужно спасти именно из воды в которую он туда прыгнул вполне возможно что вот этот вот невидимый летающий хрен это есть тот такеши то есть дух этого такеши какой-то сверхъестественной цугуми вскрикнула по ее щеке покатилась слеза что ты делаешь такеши что разве не видно открываю люк так есть спрашиваю что ты делаешь неужели не ясно прекрати что ты задумал цугуми схватила такеши за руку не пытайся меня остановить такеши стряхнув себя руку цугуми и понял стеклянный люк он достаточно большой туда спокойно протиснется один человек не трогай меня не трогай меня как и она нет не пущу цугуми крепко вцепилась в руку такеши даже если умру я тень отпущу глубина 69 метров медленно и неуклонно они падают они перестают погружаться на черное дно океана знаешь а ведь ты эгоистка сейчас будет все что и раньше было эй цугуми ты знаешь закон архимеда от удивления на мгновениях ватка цугуми ослабло получил момент такеши вырвался из ее хватки затем быстро открыл стеклянный люк и проскочил воздушный шлюз пространство между люками оказалось невообразимо узким такеши закрыл стеклянный люк изнутри и задраил засов глубина 70 метров такеши такеши то есть обе хороших концовки одновременно получились ну как хорошие на кеши такеши что ты задумал открывай открой сейчас же цугуми бешено бьется а пули непробиваемости к кулаку сугуми что ты говоришь знаешь стекло очень толстая я тебя не слышу идиот кретина открой сейчас же о чем ты думаешь слезы катятся и распахнутый глаз сугуми она отчаянно бьет залитой слезами ладонью по стеклу эй погоди-ка разве ты не я думал что ты знаешь о законах архимеда то есть ты же сама ему меня и научила я думал что ты его знаешь прости ахахаха не смешно совсем не смешно нет так не должно быть придурок такеши придурок цугуми кричит и рыдает да я придурок каких свет не выдавал а ты не знала целыми такеши нащупал рукой второй люк медленно поворачивает ручку такеши цугуми остолбенела нет 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 ты хочешь умереть не волнуйся может я и глуп но не настолько с этими словами такеши не останавливаясь поворачивает засол по другую сторону двери может он короче туда в айпф приплывет сможет как-то приплыть туда и там короче в камеру гибернации опустится и типа его найдут потом когда будут этот айпф раскапывать лимута будут восстанавливать а он будет в этой камере там где кислородное лечение типа но если конечно он успеет туда добраться до того как все затопит там же три минуты оставалось то есть там уже скорее всего все затоплено хрен его в общем как его спасти я не представляю такеши не останавливаясь поворачивает засол по другую сторону двери глубина 73 метра умоляю не бросай меня не оставляй меня одну эх ты вечно волнуешься такеши выдавил из себя улыбку я же говорю все будет хорошо правда угу ты же хочешь жить правда ах так же наружный люк подводки открылся воздух что был нагнетен воздушный шлюз вырвался в океан тело такеши выстрелила воду словно пуля во все стороны летят пузыри бесчисленное количество пузырей плывет к поверхности словно снег парящий на ветру снег летящий к небесам такеши он больше не слышит ее голос по другую сторону стекла он едва различает ее размытый силуэт лицо сулуми омыто слезами и сломлено печали 75 метров такеши схватился за поручень сбоку подводки удержался затем закрыл люк снаружи он больше ее не видит 76 метров он отпустил единственно что его удерживало и пнул субмарину потеряв опору его тело полетело вниз в черный как смоль океан наполненный мерцающими осколками света 77 метров он опускается на дно океана белые пузырьки простираются за его полем зрения медленно покачаясь вверх в сторону небес глубина 119 метров все что он мог видеть растворилась в воде очертания размылись ничего нельзя разглядеть лишь игра света и тени отражается в его глазах но несмотря на пелену он ясно видит крохотную белую точку уплывающую все дальше и дальше из одной точки на него струится ослепительный небесный свет эта картина запечатлелась в его глазах бульк он сделал свой последний выдох ледяная морская вода хлынула в его легкие ну давайте описывайте как ты тонешь это знаете как интересно это так офигенно что я сейчас возьму и скроюсь причем повторно описывать это вместе у покоения его накрыла одеялом голубой тьмы его конечности раскинувшиеся на каменистом океанском дне перестали двигаться как у марионетки которые обрезали ниточки ну и что все папа 2034 год когда я пришел в себя то понял что палачу чувство обрушились на меня стремительными горячими потоками папа мертв меня сокрушила чувством грусти а мысли от тщетности всего что я так долго добивался прожгли тыру моем сердце но сейчас не время впадать депрессию вытеря влагу со щек я огляделся вокруг как и в 2017 здесь начинается новый день сквозь слезы я вижу голубое небо и океан похоже что я нахожусь на получим острове я спокойно обдумываю происходящее на слезы не прекращаются вытеревых ладонью и слезал больше большие капли вокруг рта крепко зазмурившись я сделал несколько глубоких вдохов чтобы успокоиться я вздохнул слегка трясясь и вновь окинул взглядом окружающее пространство я определенно нахожусь на получим острове зеленая листва деревьев ничь нежно покачивается на ветру утреннее солнце проливает свои золотистые лучи на морскую владь давненько я не был вне четырех стен бескрайне голубое небо аромат теплого морского бриза но вся эта красота для меня бесполезна что еще хуже от это великолепия меня воротит я одинок и мне так грустно вновь вытерев слезы которые продолжают течь я постарался подавить дикое желание разрыдаться я должен сосредоточиться на сопли нет времени тряхнул головой несколько раз я попытался собрать войди на свои рассохшиеся развилины думай 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 во первых я должен осознать ситуацию в которой нахожусь потянув за нить воспоминаний я вспомнил как выбрался из лиму но ничего после понятия не имею что было после неужели я всю ночь просто стоял на одном месте как в копан и тут до меня дошло что рядом никого нет бредя под траве я неистово гляжу по сторонам вскоре я ухватил краем глаза одиноко стоящую фигуру капураки он припал к дереву смотрит на безбрежный океан я подбежал к нему и закричал зачем вы это сделали отвечать теперь я все знаю и бураки молчит даже не смотрит мою сторону и дураку ясно что он один из тех кто ответственен за все происходящее куронари такеши так звали моего отца а он все это время прикрывался этим именем чтобы запутать нам мозги я подошел еще ближе не стой как статуя отвечай отвечает твою мать я схватился за его рубаху мне очень жаль но я не могу ничего сказать глаза кобураки варны кажется глядя на меня он о чем-то глубоко задумался ладно кое-что все-таки скажу это еще не конец слышишь это только начало именно все только начинается я отпустил его кобураки замолчал и побрел устремил для далекий горизонт я наблюдаю как тут уходит а его фигура становится все меньше и меньше кто-то похлопал меня по плечу и я оглянулся и увидел стоящую рядом ссору мы ждали тебя стоп похлопал по плечу но ссора же не может похлопать его по плечу потому что она голограмма она не может к нему прикоснуться и к тому же стоп она android она не голограмма она android потому что здесь нет rsd проекторов и она может его похлопать по плечу мы ждали тебя то есть в будущем ссору восстановили получается круто что ты здесь делаешь эта мысль едва не сорвалась мои губ определенно на этом острове нет rsd вот я об этом тоже подумал но она только что похлопала меня по плечу вот именно тоже не сумел связать одну мысль с другой я стою с отвисшей челюстью рассеянная дотянулся до руки ссоры нее кожа гладкая эластичная теплая на ощупь прошу за мной ссора улыбнулась никаких сомнений эту улыбку я ни с кем не спутаю от нее на душе так спокойно ссора ведет меня в лес круто ссора ведет его в лес я этого спрайта ни разу не видел мне кажется круто по тропинке вымощенной мелкой галькой поросшие густой травой макушки деревьев тянутся высоко вверх едва ли не запутываясь между собой сквозь них с трудом пробивается свет даже ветер не дует воздух влажный кажется тяжелым и застоявшим вскоре узкая каменистая тропинка хаотично расползлась и я перестал понимать в какую сторону иду я иду вперед по проходу которому не видно конца почему-то они по рамове у ссоре что идет впереди меня ни единого слова я иду следом сцепил свои пальцы с ее не знаю зачем может это любопытство или просто желание избавиться от чувства одиночества 40 проглядывать на меня и улыбается наверное взял ее за руку потому что просто хотел увидеть ее улыбку чуток погодя наконец мы вышли из леса моем поле зрения и за его пределами простирается сочная зеленая трава нескончаемая лазурь моря но мой взгляд привлек до боли знакомый силуэт посреди открытого пространства спиной ко мне стоит ю и рядом с ней девушка невероятно похожая на нее стоя на одном месте они смотрят дух на дружку не давая нарастающему чувству злости выплеснется наружу я встал рядом с ними и оглянулся ссора стоит у входа в лес и ближе не подходит офигеть просто в центре импровизированная круга стоит ю девушка и я конечно я знаю кто она то на к юбисей харукана так все таки юж его даже так и она я так понял этим вирусом заражена она была инфицирована вирусом cure и несмотря на внешнюю молодость выглядит не совсем на 17 видимо до полной замены клеток прошло примерно 5 лет потому что она кажется немного старше до 22 где-то как мне 23 проще говоря ее телу 23 хотя в действительности ей 35 я взглянул на ю юбисей харукану стоящую рядом со мной ее руки сжаты в кулаке она свирепо уставилась на свою мать она так злится что ее трясет и тут я понял что человек режиссировавший этот спектакль стоит передо мной юбисей харукана мама ю все это время она была здесь безопасности на плавучем острове и наверняка с упоением наблюдала за нашими страданиями даже так ну нихрена себе я уставился на нее столь же свирепо как и юаки юхару не обращая внимания на наши взгляды с сказала безразличным тоном ты хочешь знать без раздумий я смеялся что за идиотский вопрос зачем зачем вы это сделали бликвинки чтобы вызвать его что еще за бликвинки ты уже знаешь разве не так бликвинки это ты вот я ж я ванга я просто ванга и как раз перестал комп жужжать извините если вас вот опять начал жужжать какого хрена ты жужжи сука это ты я бликвинки это я но кто этот бликвинки то есть кто я нет не хакута хакута я говорю с перспективой скрывающийся за тобой перспективой до третий глаз бликвинки ты с другой стороны хакута да та часть тебя что сейчас смотрит на меня я говорю именно с тобой самого начала ты был кида когда ты пересекся с хакута он потерял память и стал тобой вот почему у него амнезия ты никогда раньше не жил в этом мире а это этот путешественник из следующего четвертого измерения у тебя нет ни прошлого не воспоминания об этом месте 1 мая 2034 317 после полудня ты произнес в этом мире свои первые слова кит ты не из этого мира ты наблюдаешь за этим миром измерения стоящего на один уровень выше этого вот почему ты можешь видеть будущее и прошлое нет не только вполне возможно что ты видишь другие пространственно-временные континуумы это есть причина по которой кит может предвидеть будущее знает все об этом мире и по этой же причине ты не отзываешься на имя хакута то есть на самом деле тебя зовут не хакута правда я я облик винкель это что за имя откуда она взялась здесь нечего бояться тебе незачем угадь самому себе ну же покажи свое инстинное лицо ответь мне искренне ведь ты не мальчик который зовут хакута не так ли кто я кто ты я хакута кто ты кто я ты хакута я не хакута я не хакута я это я я это я да я вспомнил я я это я я наблюдал за вашим миром наблюдал так долго я лишь перспектива глаз видящий сквозь пространство и время я третий глаз я блик винкель блик винкель это походу и перевод на немецкий слова третий глаз типа наверное ну почему именно блик винкель бв что забыла я а ну да блик винкель я вспомню я не из вашего мира ведь так я не хакута хихи давно не виделись давно не виделись нет ничего не важно спасибо что проявился зачем прошу объясни зачем зачем вы это сделали я ведь уже сказала разве нет для того чтобы проявился чтобы ты проявился можно сказать мы тебя вызвали но неужели чтобы вызвать меня надо было делать нечто опасное безрассудное да как я сказала чуть раньше ты наблюдаешь за этим миром из своего измерения верно представь что в двухмерном пространстве существует разумное существо но что по-твоему существо из двухмерного пространства должно сделать чтобы вступить в контакт с существом из трехмерного например на плоскости x y существует несколько двухмерных созданий точки а п и c а в пространстве x y z живет трехмерное существо точка d точки а b и c могут перемещаться лишь по осям x и y тогда как они могут добраться до точки д точки цепь придется прочертить прямые между а и б когда это случится точки а b и c сформировав линии создадут общую плоскость с точкой d иными словами тогда точка d станет частью той же плоскости что а б и c когда это случится у точки т будет иллюзия что она находится в том же мире что и а б и c в общем заманили его словили скажем так что мы сделали создал мир в котором нельзя сказать 2004 это или 2017 точку d проще говоря мы смогли создать иллюзию что существует четвертого измерения перспектива бликвинки в одном мире с нами и ты проявился спустившись пространство перед нами мы ждали тебя все мы мы ждали тебя так долго зачем зачем вы меня ждали ради чего вы меня вы вызвали меня мы лишь следовали твоим указаниям и ты вызвал себя сам в каком это смысле мы нужны тебе а ты нужен нам зачем какой коронари чтобы спасти их нам нужна твоя сила какой такеши мы бессильны против течения времени мы не можем изменить прошлое но ты можешь но я же не могу влиять на все это потому что ты существуешь 4 измерения и можешь беспрепятственно путешествовать во времени и тут я увидел увидел все мое сознание отделилась от хакута и вернулась 2017 год чувства и мысли хакута не достигают меня но наши перспективы наложились друг на друга наблюдатель без чувств все что я могу смотреть за происходящим подводка сугуми поднималась все выше и выше пока не оказалась на поверхности небольшое белое судно покачивается на волнах ну блин и сейчас будет опять то же самое происходить закрытая внутри маленькой субмарины сугуми в глубочайшем потрясении сидит на кубрике с опущенными плечами потерял все на свете она сидит безжизненно опустевшая словно разбитая стеклянная фреска и тут вжиг пипи что все это время обездвиженный лежал у ног сугуми моргнул затем быстро встал то есть он вселился в пипи этот блик винки цугуми кажется он не понимает что происходит пипи встряхнулся мельком взглянул на цугуми и подошел к стеклянному люку царап царап пипи стал царапать люк что стряслось лабо пробормотала цугуми гав 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 пипи встал перед люком и залаял хочешь выйти хочешь выйти гав цугуми поводила взглядом туда-сюда словно что-то обдумывает пипи не перестает гавкать подводка нежно покачивается на волнах прислонил обе руки к стене цугуми выглянула в иллюминатор ну хорошо чистый белый свет сверкает во внутренней части корабля словно края острого лезвия от этой белизны цугуми зажмурилась одной рукой прикрывая глаза от света другой что была сила она нажала на люк затем взяла пипи и вынесла его на крышу судна оттолкнувшись со всего размаху лампами от обшивки пипи взмыл воздух и проделал элегантную арку с брызгами нырнул в океан чё он достанет такеши что ли дебил вообще просто это рояли с кустов как я говорил помните как там это я не помню а в этой в новелле про мику хацуны то есть там тоже при помощи рояля из кустов всех спасли здесь походу то же самое будет при помощи песика в которого вселился чувак из четвертого измерения всех спасут механический пес плывет в океане опускаясь глубже глубже и глубже не останавливаясь он опустился на 17 метров 34 51 68 85 102 119 метров твердая поверхность морской пучине на дне океана лежит тело человека пипи вцепился в его одежду и потянул он пытается поднять его со дна конечно тело не сдвинулась и на йоту пипи укусил его за обнаженную плоть но тот не ответил его жизнь угасала здесь остался лишь холодный труп и ничего более что-то выпало из его одежды диск терабайтовый диск пипи взял его в рот и оставил бездыханное тело он поплыл через океан виляя в стороны он рассекает воду на дне без просветного моря нет ничего кроме холода и тьмы иногда сквозь водную толщу пробивается расплывчатые потоки света кажется пипи что-то нашел без раздумий пипы поплыл прямиком к белому зданию плюх мордочка пса оказалась из поверхностного бассейна но он же вроде затапливался все это все это вроде бы затапливалась то есть три минуты за до затопления было ну тогда можно в принципе это кеши сюда вытянуть дотянувшись своими передними лапами до края он забрался на пол и отряхнулся мелкие водяные капли брызнули во все стороны терабайтовый диск все еще у него во рту пипи побежал оступившись на морском полу он поскользнулся и упал вновь поднявшись он собрался и рванул дальше бешеным голубом его гибкая тельце скакнула словно пружина пипи побежал по проходам сверкнул направо свернув а не сверкнул а затем налево он бежит целенаправленно словно знает что ищет а хочет ссору установить сюда чтобы ссора что-то сделала пипи я слышу лишь ее голос а там кока что ли осталось гав громко галкнул пипи диск выпал у него изо рта из треском завертелся на полу пипи резко припустил развернулся чтобы взять диск и вновь побежал по коридору пипи таки пион когда он свернул за угол он увидел ее фигуру она лежит посреди прохода пипи подбежал к ней вопрос вот в чем вопрос а кокош вроде вытянули там троих человек вытянули а почему она здесь пипи подбежал к ней положил диск на пол вцепился зубами в ее одежду и потянул в сторону он пытается изо всех сил но то не двигается как и человек на морском дне для его маленького тельца ее вес оказался неподъемным гав 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 пипи а кто это вообще тут лежит она с трудом открыла свои глаза о где ты был я так волновалась за тебя пипи лизнул ее в лицо а где все писк писк что ты пищишь я не понимаю пипи потянул ее за одежду и слегка царапнул ее плечо громко хрюкая гав 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 должно быть он понял что ничего не сможет сделать но пипи неистово заявлял эй пипи собирайся пора домой папа и мама ждут нас так что скорее пойдем пойдем домой эй пипи ее веки опустились гав 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 и неважно сколько бы он не лаял ее глаза не открываются пипи побродил в проходе затем остановился он поднял диск одиноко лежащий на полу и вновь побежал проделал обратный путь по своему маршруту он добежал до бассейна и без колебаний прыгнул него он плывет в океане поднимаясь все выше и выше без остановки 102 85 68 51 34 17 0 метров плюх мордочка пипи показалась над плещущимся щемеся волнами высоко в вышине раскинулась лазурное полотно неба солнце перекрасила воду в серебряный цвет и тут кто-то подобрал пипи юхару она вынула его из-за рта у него из из его то терабайтовый диск и просмотрела цифровую запись айпф которую тот сделал своими глазами а так он записал что там типа кто-то еще остался именно в этот момент она узнала горькую правду что в лаборатории на дне океана остались у вас маленькая девочка эта девочка коко но ее же достали вроде это была ягами коко но если он я там ягами такеши какой то есть вопрос это не этот такеши но если она ягами коко она получается типа родственница такеши может даже сестра это было ягами коко сказала юбисей хорукана ну как ее же вроде достали они сказали что достали там этих троих человек мы с кобураки зараженные типу а у были эвакуированы подводкой спасателей и пожалуй на этом мы закончим и продолжим в следующей серии всем пока пока пока